Двойная звездная система Белый карлик — это остаток эволюции звезд Соответственно, и звезда-донор, которая поставляет массу на поверхность белого карлика Например, это может быть либо акреция, имеется в виду перенос вещества через акрецию Соответственно, такие системы называются катаклизмическими переменами И нами в ходе международного обзора, международной программы по поиску катаклизмических переменах По данным обсерватории рентгеновской спектр-рентген-гамма Телескопа Ярозита и оптической системы ЦВИКИ Транзит Фасилити Была обнаружена вот такая вот уникальная катаклизмическая перемена Катаклизмические перемены представляют собой двойные звездные системы В которых происходит перенос или перетягивание вещества от звезды солнечного типа к белому карлику Новая звезда, открытая астрофизиками КФУ, как раз состоит из белого и коричневого карликов Для подтверждения данных, полученных обсерваторией спектр-рентген-гамма И наземной космической системой ЗТФ были привлечены крупнейшие оптические телескопы мира Один из них имеет диаметр зеркала 10 метров и расположен в обсерватории Кека Другой в полноморской обсерватории, его диаметр зеркала 5 метров Благодаря наблюдениям на крупных телескопах удалось получить высокоточные оптические спектры И подтвердить природу звезды как катаклизмической переменной типа период баунсерс Ее название СРГЕ0411, это обозначение по каталогу Ярозиты Этот источник относится к уникальному типу, типа период баунсер То есть что это такое? У нас катаклизмические переменные в ходе своей эволюции меняют свой орбитальный период Он достигает минимального значения, порядка 78 минут И после этого период начинает увеличиваться Так вот у нас теория предсказывает, что порядка от 40 до 70% популяции всех катаклизмических переменных Должны состоять в период баунсер Но наблюдаемая практика нам показывает через наблюдение, что это число не превышает порядка 5% Соответственно, именно обнаружение таких систем, определение их параметров Само в себе является уникальным открытием, потому что их очень мало Важную роль в исследовании природы новой звезды сыграли оптические наблюдения на сельскопе Казанского университета Установленном в Турции и имеющем диаметр зеркала полтора метра Они позволили уточнить орбитальный период этой двойной звездной системы И распределение энергии в оптическом спектре Конечная цель проделанной работы — перепись популяции белых карликов в нашей галактике И построение их рентгеновской функции светимости Это было сделано непросто Мы использовали уникальный подход, который сейчас используется в астрофизике Это соединение рентгеновского диапазона и оптического Мы исследовали оптические кривые блеска Рентгеновская спектроскопия была выполнена также оптическая Важную роль в исследовании этого источника сыграл российско-турецкий телескоп РТТ-150 Руководителем которого является Ильфан Фаритович Бекмаев Благодаря наблюдениям на телескопе РТТ-150 Нами был уточнен орбитальный период системы И, соответственно, сам оптический спектр Поиск и исследование катаклизмических переменных и данных обзоров всего неба Является одной из важнейших задач российского научного консорциума Астрономами КФУ наблюдались и были исследованы не только катаклизмические переменные Но и ряд других астрофизических систем В том числе активные ядра галактик, квазары и скопления галактик Поэтому Казанский федеральный университет вносит большой вклад в изучение Не до конца исследованного, но такого интересного космического пространства Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универновости